Девчонки Это я, может быть, уже где-то реализовался, ну, там, в каких-то моментах по жизни. А вы, вот ты, Бузова, ну, все молодые здесь девчонки, вам ещё предстоит это сделать. Я реально вижу, что у вас может получиться, если вы этого захотите. Вот и всё. А если я этого не хочу? Значит, не получится. Значит, реализуешься позже. Но то, что реализуешься, это по-любому. Да, вряд ли. Ну, Кеш, как бы... Ты вот опять же, ты как все видишь внешнюю оболочку. Чего-чего? Ты видишь внешнюю оболочку. Я не люблю жизнь. У меня две попытки суицида за плечами. Я безумно зла за то, что меня откачали в последний раз. Слушай, ну, на это же есть причины. На что? На суицид? Да. Я просто устала от людей. Устала от жизни. Почему? А мне не нравится. Почему? А я не хочу. Почему? Не хочу, вот и всё. Я не хочу. Понимаешь, твоему нехотению есть причины. Нет никаких причин. Значит, дело мне не просто брак. Чего ты? Брак. Вот в этом как раз и заключается главная причина. В том, что ты считаешь себя браком. Ну, я и считаю себя браком. Вот у тебя очень низкая самооценка. У меня был шанс. Я его не использовала. Ой, шанс мы сами себе даём. Каждый день, каждое мгновение, понимаешь, нашей жизни – это шанс. Как мы его используем? Это всецело зависит от нас. Давай пообещаем, что с наших обоих сторон будет взаимопонимание. Я хотел бы очень сильно это. Мне надоело постоянно. Получается, что мы встречаемся всего там три недели, уже 250 раз ругались. И это что, это в норме вообще? А ты хочешь, чтобы мы жили скучно и нас съела бытовуха? Нет. Нет, тебе же приятно, когда мы миримся. Мне неприятно тоже, когда мы миримся. Зато вспомните момент, когда мы миримся. Да, это самокупность. Если сложить всё время, когда мы не ругаемся, когда мы миримся, это вот это часа полтора в день. Это стоит того. Мы всего три недели, случайно, три месяца, а мы три недели. И уже три раза расставались. Навсегда. Ну, навсегда. Если бы мы хотели бы навсегда расстаться, мы бы расстались навсегда. Значит, мы так хотели расстаться, что вот так вот получается. Давай не будем ругаться. Давай не будем ругаться. Постараемся, по крайней мере. Хоть бы на сегодня это лопатик тоже. Ян, знаешь, как меня будут смотреть на родственники? Я тебе просто объясняю всё. У меня будут друзья смотреть. Слышь, как мне их глаза смотреть вообще. У нас с Виктором разные дорожки, и как бы не стоит даже Виктору что-то делать. Ты знаешь, Сас, я думаю, что теперь твоя задача действительно некие серьёзные намерения и стать для неё ярче её молодого человека. Эта задача очень сложная, но если ты её добьёшься, я думаю, что ты получишь всю ту отдачу, которую ты. Алло, привет, как дела? Нормально. Музыку-то выключи. Я вышел уже, но... Ян, знаешь, как меня будут смотреть на родственники? Я тебе просто объясняю. Как меня будут друзья смотреть. Слышь, как мне их глаза смотреть вообще. Я тебе приеду и всё расскажу. Нет, Ян, слышь, я хотел тебе сказать, извини, пожалуйста. Хорошо, всё, хорошо. Подожди, выслышь, что я уезжаю просто в понедельник уже. Хочешь, в понедельник возвращаюсь, а так я в понедельник уезжаю, всё. Хорошо, давай. Что? Что? Кто? Меня-то с вами спит в другую. Кто? Родители? Какие родители? Кто? Кто? Ты что сказал? Или в понедельник бы дома, или вообще, б***ь, тусуйся. Он говорит, я в понедельник уезжаю, если хочешь, тебя забирай с собой, если нет, то я уезжаю. Серёжа? Да. Он такой, как же мои родители, как вообще, всё, что подумают все остальные, окружающие. Типа, выбор. Вот конкретно он мне сказал. Я говорю, ладно, всё, знаешь, как психология, у меня в жар, прям в жар бросилась. А что случилось, Ян? Чего ты пробиваешься? Просто меня попросили приехать в понедельник бы дома. Зачем? А тебя отпустят спрятать? Ты уверена? Не знаю. А зачем? А какая уважительная причина? У нас время от времени у всех такие вопросы выставляют. Ну, ну, говори давай. Говори, говори. Чёрный колбас. Ты что, поедешь? Не знаю. Да не ехать, ты чего? А что не отпустят? Какой шанс выпадать? А почему, Серый? Ну, вот, делайте ему серый. А чего я пропущу здесь хорошо, и чего? Я не знаю просто. Ну, кстати, это и дорога. Герои влюбляются, расстаются, а они остаются. Встречайте, Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Я знаю, что Маша и Денис ездили на романтическое свидание. Меня сегодня Денис пригласил на романтическое свидание. Я этим летом хотела научиться ездить на лошадях. Я ему это говорила. И он мне пригласил на романтическое свидание. Мы катались на лошадях. На конях. На конях. Это было вообще... Мне так понравилось. Я первый раз каталась на лошади. Сама... А ты ожидала этого приглашения на свидание? Или это было неожиданно? Неожиданно. Ну, как бы я сказала и забыла, что я бы там хотела. Мне так понравилось. И еще мы говорили о том, какой у нас бурный роман. Почему мы за три недели уже три или четыре раза расходились навсегда. Вот. И каждый раз. Один шанс института. Тысячи один шанс. Давай, в общем, итог. Это свидание все-таки помогло наладить ваши отношения? Твои ручки. Да, мы опять объявляем себя парой. Ура! Ну что ж, мне нравится этот процесс постоянных ссор, примирения, опять ссор. Мне кажется, ребят, вам это нравится. Витенька, я знаю, что ваша пара с Люсей пока не сложилась. Ну, я думаю, что скорость складывания, она очень относительна. И я не хочу торопить события на самом деле. И реально понимаю, что это очень долгий, кропотливый процесс. Мы знаем, что у вас сегодня был конфликт небольшой, да, с Люсей? Было обсуждение ситуации. Конфликтом я бы это не назвал. Ну и к чему вы пришли в итоге? Пока ни к чему. Все в процессе. Ну, а мне кажется, мы пришли. Можно я скажу, Вик? Мне кажется, мы пришли, мы пришли к тому, что обоюдно решили, что все-таки у нас с Виктором разные дорожки. И как бы не стоит даже Виктору что-то делать, хитрым знаки внимания не оказывать. Подожди, Люс, по-моему, сейчас это твое решение, Виктор. По-моему, удивительно. Мне кажется, мы сегодня обсуждали, Виктор, эту тему. Люс, тебе не кажется, что ты сейчас говоришь просто сгоряча? Ты действительно не хочешь дать ни одного шанса, Виктор? Ну, в моих с Виктором отношениях я не вижу ни одного плюса, ни одни минусы. Это, опять же, это мое мнение. Подожди, Люся, а в чем конкретно минусы? Ну, человек просто для меня не подходит, я так считаю. По каким параметрам, Люся? Ну, ребят, я не хочу эту тему обсуждать. Я так чувствую. Может быть, ну что ж, мы тогда не будем на тебя давить, может быть, ты еще поменяешь свое решение. Да, ведь, конечно. Если быть до конца откровенным, да, Люс, согласись, мы с тобой несколько не договорили. Договори. Я просто хочу сказать, поделиться, может быть, и, надеюсь, будете услышанным, относительно уверенности, если, ну, ничего нет изначально, то есть, вот не проскочило что-то, да, вот я убедился в том, что это не единственный способ наладить какие-то отношения. То есть, проскакивание, вот, по крайней мере, у меня ни к чему не привело по этой жизни. Я вот в данной ситуации захожу с другой стороны и хочу, чтобы человек меня все-таки услышал. Ну, и... Ты надежду не потерял, как я смотрю, да? Ну, вы знаете, я, скажем так, не разочарован. Я не понимаю, почему такой умный и достаточно рассудительный человек, как Люся, меня не слышит. А что ты хочешь ей сказать? Вот скажи сейчас. Я хочу сказать, хочу сказать, что не надо торопить события, не надо ждать проскакивания вот этого. Это все иллюзорно, крайне, на мой взгляд. А что должно на самом деле произойти вместо проскакивания и вместо искать? Надо пообщаться, может быть. Если нужно время какое-то, я готов подождать. Я, может быть, излишне поспешен, действительно. Может быть, я, там, испугал как-то. То есть, но... Но ты сам внутри себя уверен, что ты, вот, тот человек, которым ты сейчас являешься, подходит для Люси? Вы знаете, я могу говорить только за себя. И я могу сказать относительно себя. Я вижу в Люсе того человека, ну, ту перспективу. Вот я лично вижу. Подхожу ли я ей или нет, это, так скажем, в данной ситуации было бы опрометчиво говорить, что нет, и все. Вот на мой взгляд. Вить, скажи, пожалуйста, вот за то время, пока ты здесь находишься, может, тебе какая-то еще девушка приглянула? Нет, я сюда к Люсе приехал. Ну, по крайней мере, здесь на проекте я вариантов других не вижу. Хорошо. Ну что ж, спасибо большое. Ребят, ну да, Степочка, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать Вите, шанс всегда есть, не сдавайся. Иди вперед, я хочу тебя поддержать, несмотря ни на что. Всякие методы применяй. Витька, давай, вперед, только вперед. Спасибо, спасибо. А мы все тебя поддержим. Какая уж у нас Люська капризная, но что делать, какая есть, зато любимая. О, да. Не менее капризны в своих отношениях у нас Солнце и Саша. Ребят, хочется задать, опять же, уже, так сказать, стандартный, к сожалению, на протяжении нескольких дней вопрос. У вас все так же обстоятельства в паре? Мы присматриваемся друг к другу. Но вы уже достаточно долгое время общаетесь, чтобы присматриваться, Саша. Тебе не кажется, что в данной ситуации то, что ты начинаешь поясничать, это не самое лучшее, что ты бы мог сделать? Я читал гороскоп, и сегодня нельзя было ничего начинать, и завтра нельзя будет ничего начинать. А послезавтра, говорят, благоприятное время для строительства любви. Саша, ну, в общем, из всего вот этого я могу сделать только один. Давайте ждать послезавтра. Тебя вроде как все устраивает. Понимаешь, послезавтра может уже наступить под совсем другими звездами и с другим человеком. Ты будешь бороться за возвращение Солнца или нет? Да. Отлично. Ждем до первой звезды. У нас очень тихая пара Яна и Стас. Ярочка, ты знаешь, вот, не хочу тебя обидеть, но такое ощущение, что девушки, которые начинают встречаться со Стасом, знаешь, такие, попадают в какое-то такое заколдованное царство. Ты пришла сюда такой яркой, такой интересной личностью. Рядом со Стасом ты сейчас абсолютно стала опять такой невидимкой. Тебя не слышно, не видно, никакой активности ты не проявляешь. И я тебе могу сказать, что вот это проклятие синей бороды не присутствует. Потому что предыдущая девушка, против нее проголосовали именно по этой причине. Она была милой, красивой, но она была вот такой же, как ты сейчас. Потому что была со Стасом, да? Да. До Стаса, то есть была я. Была заколдована. Он гипнотизирует. Стас, что ты делаешь со своими девушками? Рассказывай. У нас с Яной все нормально, мы строим отношения, но никуда не торопимся. Яночка, скажи мне, почему в процессе этого узнавания ты завяла? Нет, я не завяла на самом деле. Просто у меня сегодня немного плохое настроение. Почему? Ну, потому что я домой позвонила, и меня как бы особо не обрадовали. Но по семейным обстоятельствам. А так все хорошо на самом деле? Хорошо, скажи, пожалуйста, тебя репутация Стаса, как бабник, ловеласа, не пугает? Нет, не пугает. А ты слышала о нем? То есть ты не испуглива? Нет, нет, я слышала. Ну что ж, мы увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Дом-2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом-2. Как они строят любовь на ТНТ? Что у вас с Яном происходит? Вот непонятная ситуация, потому что, ну, действительно... Я сейчас объясню, короче. Я как бы, знаешь, я ранее симпатичный, да, я что-то... Я не вижу никакой задачи, вообще никакой буквально. Тем более, она видела, что если удивилась, то что она звонила домой. Она мало ли кто-то домой звонила. Звонил сам душу у парня. Зачем звонить ему? Он сказал свою точку зрения по поводу того, что она здесь находится. Она звонила сегодня своему парню? Да, своему парню. И грузанулась. И он сказал, чтобы понедельник была дома. Ее парень ей сказал? Она тебе об этом рассказала? Да, она рассказала об этом. Я просто задумывался, но я чувствую, что-то не так, потому что она как-то ко мне относится. Ну, я чувствую, что-то просто я нравлюсь ей, все, больше ничего. Вот, я ей тоже нравится, но я как-то, ну, я внимательно к ней отношусь, там, ухожу за ней. Я не вижу отдачу, поэтому я сам гружусь, я не могу, когда человек ко мне никак не относится вообще. Ну, я как-то решила. Я еще ничего не решила. Ну, со Стасом хорошо, мы со Стасом здесь. Понимаешь, мне Стас очень нравится. Это я говорю чисто искренне, мне Стас очень нравится. Он милый, хороший, добрый, понимаешь? Все качественные. Я много, милый, хороший, добрый. Главное, что мне тебе нравится. Он мне нравится. Касы тоже. Там другое измелье, это было вне проекта, там было все абсолютно по-другому. Просто... Да, можно остаться, можно все, можно создать реально пару, можно... Я могу, я могу, я этого хочу. Это можно взять Сережу и поменять на Стаса? Ну, дальше, так скажем, после проекта. Нет, я не смогу поменять. Если можешь, я хочу быть со Стасом, но я хочу с ним быть не на проекте, я хочу быть с ним действительно, конкретно по жизни. Вот если бы конкретно знать, готов ли он к дальнейшим отношениям после проекта. Не готов. Это ему просто не надо. Слушай, ну, а как ты считаешь, она к тебе как относится? Ты считаешь, что никак? А ты-то сам? Ты какие к ней чувствуешь? Знаешь, я не могу к человеку относиться с душой, если я не вижу задачи. Как? Ну, я не могу, я не знаю. Знаешь, я не хочу торопиться никуда. Сколько придет неделя, пускай две недели. Я не собираюсь порабевлять. Зачем мне это надо? Ты знаешь, Стас, я думаю, что теперь твоя задача действительно некие серьезные намерения и стать для нее ярче ее молодого человека. Эта задача очень сложная, но если ты ее добьешься, я думаю, что ты получишь всю ту отдачу, которую ты ждешь. Понимаешь, если она ему звонит, значит, она все равно скучает. Есть два варианта. Опустить руки, сказать, ну, скучаешь и скучаешь, мне все равно. Но если второй вариант, более благородный и лучший для тебя, постараться быть ярче, постараться быть интереснее. Тем более, что ты здесь, а он там. У тебя намного больше шансов сейчас завладеть ее сердцем и душой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова